В ИГИ. Своей главной задачей начинать создание единых сил и другая. 280000 человек смотрели в интернете. А ещё главное, что группа базы, сейчас так скажем, будет взялась. Особенно переживаем наши цилиндрсти, да? Средники, люди, могут быть заплатить и действуют, и сосуды. А в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Отцвенели, отгорели, отхлотели, отмелели, почистели, погрустели, попрочтели, погрудели, не успели, не успели отмелнуться. Не успели, не успели, не успели, не успели, не успели, не успели, в свое счастье, проплетели. Я сейчас сразу переведу на проигнал, чтобы немножко поразгонялись. Я сейчас использую, как это applies на acidic-силенции. Субтитры делал DimaTorzok 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 а вот это смешно и условно и 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 Сейчас я вам покажу, это явно джигурдак я должен учесть их созданию. Нет, серьезно. Мне это никого не должно стоять, одно, что я считаю. Ну вы чувствуете, да? Начинаете. Вы тоже действительно. Да ладно, я сам все вижу. Плохо будет, потому что мы по желудовому аккуратному будем. Нет, только натурально. Да, это лучший пацаны, это что-то. Очень бурдак я бы нарежиссировал. Да, на самом деле, часто спрашивают, говорят, ну типа тоже тут же всякие красоты и все такое. Ну типа тоже, деньги где? Я вам расскажу просто, вот последнее, что я скажу монологически, а потом отвечаю на вопросы, если таковые есть. Последнее, что я скажу монологически. У нас там есть герои. Лайман – это человек Лайман. У него родители погибли, когда он был маленький, они парили сладкую газировку и растворились в ней, ну как положено, да? Вот. Значит, Фрэш Гуман – это аллюзия на Жевщину Пошку. И Лимобой – это аллюзия на Робина. И они реально общаются с пользователями, особенно с детишками. И, на мой взгляд, лучший показатель эффективности, которого мы добились вам вот этой всей истории, случился однажды. Лайману нашему написал маленький мальчик, его буквально пять лет, ну там, блядь, или даже четыре годика, пишет уже, типа, «Здравствуй, дядя Лайман». Типа, я очень рад, что ты его там поддерживаешь здоровье. Я тоже вот не хую, не пью. Я очень хочу, когда вырос, тоже бороться со злом. Можно я, пожалуйста, вступлю в твою команду? Да, и вот это, на мой взгляд, как раз-таки лучший показатель того, да, что люди на конца откликнулись. Люди реально вовлеклись. А самые главные люди, даже самые маленькие, а за лояльность. И вы теперь точно знают, что Лайман Фреш – единственный напиток на рынке, где есть только натуральные ингредиенты. Контакт с брендом есть, контакт с брендом есть. На этом у меня, коллеги, всё. Вопросы? Подождите, 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 подождите. Вопросы сначала. Давайте, два вопроса. Давайте, вот, девушка в замечательном шарфике и гражданин Тролль. Да, здрасте. У меня вопрос по поводу музыкальной ютубы. Соответственно, Григорьева, которого вы говорили. Это больше пиар? Пробежение через социальные сети? Нет, там никаких других, собственно, компонентов, кроме вот этих роликов, которые… Хорошо, в чём тогда отличие пиара от… Ни в чём, в канальности, понимаете? А в чём отличие социальных медиа от традиционных медиа? То есть это просто новый канал? Про празднование дефективности, таргетированность и коммуникация по поводу ценности. Вот, собственно, и всё. Да, конечно, социальные медиа, прежде всего, инструмент в руках пиарщика и маркетолога. Да, в целом, диджитал – это… Ну, вот я говорю, на самом деле, знаете… Я не знаю, вчера сказали про тренды в диджитал. Но, скажем, 12-й год был скучный год. Но в 12-м году стало очевидно, что в диджитале назревает вот этот серьезный конфликт, потому что ещё в 10-м, в 11-м году первые игроки серьезные, которые вписались в этот рынок с рынка стратегического пиара, они же ходили в коротких штанишках. А сейчас конфликт не заливает. Конфликт тех, кто готов показывать вам решения со светом, цветом и роботами, и конфликт тех, кто готов переносить экспертизу из стратегического пиара и маркетного в социальные медиа. Этот конфликт, он ширится в 11-м году, а в 12-м он достиг своего апогея. И в 13-м, мне кажется, мы окончательно к этому перейдем, понимаете? Мы это хорошо видим на тендерах. Мы хорошо это видим на тендерах, когда, допустим, из тендеров, где клиент, как правило, не купит идиот, в первом же раунде выскакивают, выкидываются все стратегические пиаршики и консантеры, а там, где у клиента стратегические задачи, тут же вылетаются от этого типа диджитал-агентства якобы. И это очень видно и хорошо. Рынок начинает очень серьезно разваливаться на две части. И я пытаюсь объяснить, что та часть, которая, как ни странно, более органическая, часть типа красивых супер решений, получающих призы на фестивалях, эта часть, мне кажется, скоро все-таки перемрет. Но вот знаете, как это у Булгакова? Душили-душили, душили-душили. Я надеюсь, что рано или поздно додушат. Рано или поздно стратегические консалтеры, пиаршики и маркетологи додушат технократов, которые не понимают, что такое стратегия коммуникации, но очень хорошо научились изящно комбинировать технические, собственно, нововведения и фишки. Вот, такое вот кино. Вот там было вопроса. Сейчас, секундочку, тролль. Тролль, спасибо. Илья. Кто вообще говорит? А, вот. Ну, Господи, что происходит вообще? Тролль мальчик, то голосом. Нет, я не тролль. Виктор Буевич и Дубов. Очень приятно. Значит, с вами не только бабки, я понял, но и те, тки, как раз вы говорите. Да, да, да. Это великолепие вашей команды. Но с вами не дедки, это я. Значит, хотелось бы как в театре сказать. Балахни, браво, браво, спасибо. Это хорошо, это круто. Мы за вас. Спасибо. Спасибо вам. Мы очень стараемся. Мы ведем неравнобой с Дитшим агентствами три года, и мы надеемся, что мы рано или поздно победим. Отлично, это выборная компания. Можно я? А вот тролльба, тролльба. Ну, давайте, давайте. Последний вопрос. А, да нет, микрофон, микрофон обязательно. Илья, меня зовут Георгий. Да я помню. Спасибо. Я хотел бы узнать ваше мнение относительно влияния социальных медиа на детскую аудиторию. Каков тренд? Такие сети, как шедон, эмультатор и прочее. И как вы обрабатываете детскую аудиторию? Ведь это наше будущее. Смотрите. И это хороший вопрос. Мы совершенно очевидно сейчас видим, что детская аудитория почти полностью все-таки отвернулась от нешипых социальных сетей. То есть если год назад для коммуникации с детской аудиторией мы бы не задумываясь взяли условных смешанников в Линдвиде, то сейчас все чаще мы смотрим в пользу клапан социальных сетей. А как мы обрабатываем, собственно, детскую аудиторию? Да вот, на самом деле, даже как и взрослую, просто поправка на тональность, не более того. Но тут есть более изящная история социальных медиа. Это та история, которая касается найма и брендинг-работодателя. Вот с точки зрения того, чтобы выпарсивать для кадровых агентств, а сейчас же на полном серьезе развивается компания «Встория пожизненного найма». Я вот вчера беседовал со многими компаниями трудовыми аналитического комплекса. Для них это очень актуально. Варсити класса седьмого, с восьмого. Ну-ка, не совсем маленьких деток, но подростков седьмого, седьмого класса. И вести их с помощью профайлов социальных медиа, доводить их вот на уровне кадрового резерва. Да, вот для этого, несомненно, сейчас сами медиа, с точки зрения работы с молодежью, очень важны. С точки зрения маркетинга, там нет какой-то особой специфики, я говорю, про мета анализа этих коммуникаций. С точки зрения ИЧА, с социальных медиа, да, очень важно, конечно, очень важно. Все? Да, Илья, я хочу вопрос все-таки, да. Из твиттера были, и у меня накипело. Первый вопрос был в твиттере, простите, не запомнил, кто написал, но лента улетела. Если бы коляска была не такая классная, продажи бы повысились? Если бы коляска была не такая классная, мы бы с ней работать не начали. Ну вот и все. Отлично, хорошо. Второе, вы говорите о том, что важно продавать, и думать о том, как возвращаются деньги. Расскажите, пожалуйста, как ваша группа Лайман Фрэш влияет на бизнес Лайман Фрэш, и как вы это отслеживаете реально? Сколько денег вы приносите? Очень интересно, если вы правда это научились. Смотрите, да. Вот это как раз хороший вопрос. Конкретно, в случае, если есть онлайн и фрэш, у нас нет никакой привязки, допустим, к пиопе или другим, собственно, показателям направленным на то, чтобы можно было замерить. Однако же, что мы точно знаем, так это доли бюджетов распределенных по канально за прошлый год, и доли бюджетов распределенные по канально за этот год, и растрылка за этот год. Понятно, что здесь есть определенная неточность, да, наверное, поскольку бренд во второй год, естественно, более узнаваем. Но, знаете, в первый год Лайман Фрэш вообще не инвестировал в диджитум. Конечно, процентов, будем говорить. Сколько процентов? Нет, ну, процентов я, естественно, не могу вам говорить. А, скажем так, в широком смысле я могу говорить о том, что примерно каждый должен рубль возвращает в районе двух и двух, двух и трех рублей. Ну, это непонятно. Ну, вот больше не могу вам сказать, к сожалению. По итогам двенадцатого года, с удовольствием, когда, собственно, все окончательно посчитаем, смогу рассмотреть. Сейчас, понятно, не смогу. Тем паче, что еще остался последний флайт на год. Вот кейс, который вы показали с роликами. Какое количество суммарных просмотров? Тот замечательный, который я видел, там у него было 800 просмотров, сколько суммарных? Ммм, вы имеете в виду, если я ловил фрэш? Да, да, да. А, ну, смотрите, Оменький, там же видео с репостами, но там совокупное количество контактов. Вот это я точно пока не помню, потому что, я не знаю, Богдан, ты не знаешь, что такое количество просмотров? Ага, просто человек, который здесь в Питере у нас все работы помогал на этом проекте, но совокупное количество контактов там было порядка 15-16 миллионов. Но это как бы аутрич. Да, вот просмотров не могу сказать. Вот, если что, Богдан, наверное, сориентирует получше. Рано или поздно. Окей. Спасибо, Илья. Подоколение финального революционного балета. Полтавчик, а геринский детям шкитventionской Р filme с Оgi Вочерка. Дальше, я Невенская. Продолжение следует...